Как приятнее дело с грамотными людьми. Мы любую путаницу распутали быстро. Путаница именно так называется лекция-игра, в которой приняли участие ученики Видновского художественно-технического лицея школ номер 4 и номер 6. Эти стихи Корнея Ивановича Чуковского многим знакомы с детства. А за ними и у взята не желаем больше прягот. Мы хотим как похвакать. Знакомство детей с творчеством поэтов и писателей в историко-культурном центре происходит постоянно. И как показывает практика, даже знакомые стихи стоит лишний раз повторить. Я не знаю этого писателя, но не предпоминаю его произведений. Скажи, тебе знакома такой Корнея Ивановича Чуковский? Да, знакома. А какие-нибудь стихи его помнишь? Нет. В садике учил, но не помню. А потому даже летом важно хоть немного учиться. Несмотря на игровую форму, темы, которые затрагиваются в лекции, научного характера. Очень серьезный разговор о творчестве Корнея Ивановича Чуковского. О народной традиции, фольклорной традиции, которую Корней Иванович очень ценил. Называл русский фольклор великим чудом искусства. И развивал эту традицию в своем творчестве. Разговор получился действительно серьезный. С историческим экскурсом и даже использованием английского языка. Когда Корней Иванович окунулся в удивительный мир сказок матушки-гусыни, он там вдруг прочитал такие странные строки. I'll brittle my hand, я взнуздаю мою курицу. Детские стихи – особый жанр поэзии, а потому детских писателей можно буквально пересчитать по пальцам. И Корней Чуковский среди них занимает особое место. Ерема на утяти поехал по хате. То есть, оказывается, по утверждению Чуковского, в путанице живет детский юмор. То есть, вот этот младенческий юмор, он как раз рождается из способности ребенка правильно оценивать ситуацию. Ведь если бы ребенок верил, что на утяти можно пахать, он бы не улыбался над этой ситуацией. А тут как раз речь идет о том, что человек очень хорошо уже представляет о том, как устроен мир, и его забавляет любое отклонение, любая путаница. Пользу подобных лекций вряд ли оспоришь. После такого занятия сразу вспоминаются и другие стихи Корнея Ивановича. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Лекция под названием «Путаница» не только привела в порядок память ребят, но и, судя по тому, как активно участвовали школьники в разговоре, отлично развлекла. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова